Музыка 14 марта в районном доме культуры Станицыка-Гольницкой состоялась встреча журналистов редакции газеты «Наше время» с читателями. Только на сей раз она была не совсем обычной. Не просто встреча, а большой праздничный концепт. На земле Ростовской мы вас величаем, Доброго здоровья от души желаем. Кланяемся близко, а любит нас просит, Там ими добыча требует свой подносит. Рассказывает корреспондент газеты «Наше время» Ирина Стукалова. Когольницкий район был выбран нами не случайно. Вот уже несколько месяцев в газете выходит постоянная рубрика «Растем вместе». Недавно мы рассказывали в НИИ о Когольницком детском садике «Ручеек», в котором выросло не одно поколение талантливых детей. Да и вообще, в районе создана целая система работы с возрастающим поколением. Она помогает не только выявить творческие способности ребенка, но и приумножить их. Хочу, чтобы у нас был аквапарт. Чтобы у нас был зоопарк. Чтобы наша страница называлась Гогольницкой. Я хочу, чтобы у нас были красивые цветы. Я хочу, чтобы у нас была счастливая мама и хороший папа. Если говорят, что театр начинается с вешалки, то встреча в Доме культуры началась еще в фойе, где была развернута выставка работы воспитанников станции юного техника, Дома детского творчества, детского сада «Ручеек». А ретушком оформлялась подписка на наше время. Каждый подписчик принимал участие в беспроигрышной лотерее. Подарки достались всем без исключения. Аромат масленичной коллекции блинов со сметаной, сгущенкой и вареньем, которыми угощался гостей праздника коллектив детского сада, просто манил к себе. Ну, разве можно тут устоять? На сцене концертного зала началась праздничная программа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда я вырасту, я стану учитель. Когда я вырасту, я хочу стать строительством. Когда я вырасту, я буду парикмахером. Когда я вырасту, я буду директором милиции. Когда я вырасту, я хочу стать аутистом. Когда я вырасту, я хочу стать полицейцем. Когда я вырасту, я буду парикмахером. Когда я вырасту, я хочу стать доктором. Когда я вырасту, я хочу стать музыкальным руководителем. Просто я хочу пойти в армию. Вечный двигатель, вечный прыгатель – эти слова из веселой песенки про маленького ребенка. А ребята из театральных кружков «Азарт» и театр юного актера решили, что не только дети являются вечными двигателями, но и средства массовой информации тоже. И посвятили нашей газете свой задорный танец. Газета объединяет всю семью. Это уже мнение участников мини-спектакля «Для чего нужна газета». И с этим согласились и зрители. Уже очень актеры в своих ролях были убедительны. Прямо на сцене юные журналисты, выпускающие газеты «Шажок» и «Школьная жизнь», берут интервью в победительность многочисленных тематических олимпиад, учащихся школой номер один Анастасия Безуглова и Елена Загнойко. Исправляются с этой задачей на отлично. Встретились в зале кружковцы разных лет. Все они в детстве занимались у почетного жителя станицы Федора Степановича Чеботарева. Многие занимают высокие посты, получили замечательные профессии. Чествовали на празднике и многодетную семью, которую два года тому назад создали Василия Валентинович и Тамара Ивановна Дубинские. О них мы тоже писали в нашей газете. Вместе с детьми – Леной, Юлей, Димой, Сережей и Кириллом – они поднялись на сцену, где им вручили подарки от администрации Кагальницкого поселения и компании «Беллайн». Сегодняшняя встреча показывает, какой должна быть настоящая связь газет с читателями, сказал глава района Игорь Грибов. Чем понравилось? Что зрители нас смотрели? Да, и хлопали нам. Мне понравилось очень танцевать, и когда нам с лестницей аплодировали на весь зал. Концерт замечательный, потому что это совершенно искренне, от души. Артисты очень старались, и когда это чувствуется, это совершенно прекрасно. Это так подкупает, я не знаю, они такие многостаночники, они и поют, и пляшут, и саблей машут, в общем-то, все-все, что угодно. Ну а потом, вы заметили, как родители слушали, как зал слушал. Когда дети поют, значит, жизнь не так плоха. Праздник пошел великолепно, на одном дыхании. Я всегда много концертам не приходится посещать, и всегда, когда уходишь из зала, и остается такое ощущение, что хотелось бы еще, хотелось бы еще, и не устал, и можно было бы еще. То концерт удался, потому что хочется его повторения. Хочется пожелать, во-первых, почаще таких праздников. Это дети, это наше будущее. И все, что мы делаем, конечно, мы делаем все для наших детей. Газете хочу пожелать процветания. Здесь я вижу уже, вот это мое первое впечатление, да, первая встреча с ними. Но именно в этой газете собрались очень талантливые, высоко квалифицированные люди. Я желаю им мира, добра и процветания. Хочется глава, разучая слова, мы уходим, чтобы к вам опять вернуться. Вот такой получилась наша встреча с читателями Когольницкого района. Очень душевной, яркой, незабываемой. Надеемся, она будет согревать сердца всех участников добрым воспоминанием. Кончится глава, разучая слова, мы уходим, чтобы к вам опять вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин